Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Правительственная комиссия по оригинальному развитию одобрила Карачаево-Черкесии проект развития территорий с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Делегация Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во главе с Виктором Бондаревым возложила венки к братской могиле у советских воинов и цветы на аллее славы в парке Зеленый остров. Нам много нового об органах прокуратуры. 40 вопросов за 45 минут. Школьники показали свои знания в области права на Олимпиаде, посвященной прокуратуре. Автор около 150 научных трудов по истории нагайского народа оставил огромное научное наследие в вечер памяти заслуженному деятелю науки Республики Рамазану Кирейтову. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Марата Хуснулина. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила Карачаева-Черкесия проект развития территории с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Благодаря данной поддержке будет реализован инвестиционный проект развития туристско-рекреационного комплекса «Домбай». Планируется построить новые горнолыжные трассы, реконструировать существующие с расширением до 60 метров, отметила Рашид Тимрезов. Также предусмотрено строительство на склоне горы Муса-Читара подпорных стен, противоловинных сооружений, устройство ограждений и защита склонов от эрозии. Инвестор, в свою очередь, построит скоростную канатную дорогу гондольного типа. В результате реализации проекта будет создано порядка 3,5 тысяч рабочих мест. Туристическая отрасль является одной из важнейших для экономики Карачаева-Черкесии. И реализация указанного проекта будет способствовать значительному увеличению турпотока и даст новый импульс развитию курорта «Домбай», отметил Рашид Тимрезов. Сегодня в парламенте состоялась встреча спикера Александра Иванова и депутатов Народного собрания с представителями Совета Федерации. В рамках встречи обсудили предварительные итоги четырехдневного визита и перспективы межпарламентского взаимодействия. Виктор Бондарев поделился впечатлениями от визита в республику, назвав поездку продуктивной. Сенатор отметил, что посещение ряда ведомств и служб, в числе которых пограничное управление ФСБ, Росгвардии и Спасотряда, позволило оценить качество подготовки их составов. Виктор Бондарев высоко оценил перспективы туристического отрасли региона, но отметил, что недавнее происшествие в горах Кабардино-Балкарии заставляет задуматься о необходимости доработки законодательства, касающегося организации туризма. В заключении сенатор поблагодарил коллег из Народного собрания за поддержку законопроектов Российского парламента и разработку собственных законодательных инициатив. Затем делегация во главе с Виктором Бондаревым посетила аллею славы в Черкесске. Они возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной славы» и памятнику неизвестного солдата в парке культуры «Зеленый остров». Собравшиеся почтили память солдат Победы и участников Великой Отечественной войны. Патриотическое воспитание играет важную роль в обеспечении национальной безопасности России, отметил Виктор Бондарев. И сегодня это один из приоритетов в государственной политике. В России работает государственная программа по патриотическому воспитанию россиян, но она охватывает разные сферы, отметили на мероприятии. Печальная весть. Сегодня на 1978 году ушел из жизни наш коллега. Известный журналист, поэт, прозаик, сценарист, актер Шукур Шабатович Тибуев. Он окончил Табилийский театральный институт имени Шота Руставели. Еще в студенческие годы перевел на карачаевский язык несколько пьес. Исполнял роль в спектаклях студийной труппы. В 1971 по 1985 год Шукур Тибуев, актер Карачаева Черкесского драматического театра. Затем артист разговорного жанра Карачаева-Черкесской областной филармонии. На сцене Карачаевского театра сыграл более 30 ролей. Позже организовал вокально-инструментальную группу «Заман» с участием музыкантов из Караганды. Около 10 лет Шукур Шабатович работал журналистом и главным режиссером ГТРК Карачаева-Черкесии. Он автор циклов передач на карачаевском языке. Программы Шукура Тибуева были посвящены историческому и культурному наследию карачаевского народа. Также он автор крупнейшего поэтического произведения мира «Октологии Ас-Софи» объемом свыше 200 тысяч строк. Заслуженный работник культуры республики, член Союза журналистов и писателей Шукур Шабатович Тибуев внес неоценимый вклад в сохранение и развитие истории языка обычаев, традиций карачаевского народа. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 52 нового случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 25 453 человека. Из них 22 586 выздоровели, 760 человек госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии Ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер восточный и 5-10 метров в секунду и порывы до 15-18. Температура ночью 3-5, а днем 8-10 градусов выше нуля. Спешите! С 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Врувер». Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас! Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. С 1 июля Пенсионный фонд России приступил к приему заявлений на две новых ежемесячные выплаты беременным женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Для определения права на пособие учитываются доходы и имущества семьи. Одна из основных причин отказа в назначении выплат – отсутствие официального дохода. Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за год на 12 месяцев и на количество членов семьи, рассказали о Пенсионном фонде Республики. Также при заполнении заявлений необходимо очень внимательно вносить необходимые данные. На рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней. При необходимости этот срок можно продлить до 30 дней. Все уведомления о статусе заявления направляются в личный кабинет заявителя. Более подробную информацию о новых выплатах можно узнать на официальном сайте Пенсионного фонда. В Карачаево-Черкесе прошел оригинальный этап Олимпиады по истории государства и права, посвященный 300-летию образования прокуратуры Российской Федерации. Участники старших классов, одержавшие победу на муниципальных этапах, боролись за первенство и показали свои знания в области права. Подробнее в репортаже Корчебеджиева. 36 призеров муниципального этапа из разных школ республики приняли участие в Олимпиаде по истории государства и права. Само мероприятие проходило в целях развития творческой активности учащихся, умения систематизировать изученный материал, анализировать, сопоставлять факты и делать логические выводы. И, конечно же, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. Церемония открытия Олимпиады началась с приветственной речи министра образования и науки республики. Инна Кравченко пожелала учащимся приобрести массу эмоций и успехов. Каждый из вас для нас является победителем уже сейчас, уже на данном этапе. Но, тем не менее, сегодня вам предстоит также продемонстрировать свои знания, свою широкую эрудицию, продемонстрировать те знания и умения, которые вы получили в школе. Очень надеюсь, что через определенное время кто-то из вас станет прокурором. Сама Олимпиада посвящена 300-летию прокуратуры и организована по инициативе Министерства образования и прокуратуры Карачаевой Черкесии. Само мероприятие проходило на базе Института повышения квалификации работников образования. На уровне районной Олимпиады, где наши сотрудники также в этом участвовали, уже видели хороших, одаренных детей. Поэтому я думаю, что такой шанс появится и сегодня. Всего в тесте 40 вопросов и на их решение дано 45 минут. Участники Олимпиады рассажены в аудитории в шахматном порядке. При себе только канцелярские принадлежности. Сами вопросы запечатаны и их вскрывают только в присутствии комиссии. Ту же минуту их раздают тестируемым. Данная Олимпиада направлена на совершенствование гражданского и нравственного обучения старшеклассников и расширение их профессиональной ориентации. Мое участие в ней не случайно, так как в дальнейшем я планирую связать свою жизнь с юриспруденцией. Во время подготовки к данной Олимпиаде я узнал много нового об органах прокуратуры, что расширило мой кругозор в данной сфере. Также хочу выразить слова благодарности организаторам данной Олимпиады. Надо отметить, что ранее такой Олимпиады среди школьников старших классов не проводилось, поскольку данные материалы изучаются на первых курсах высших учебных заведений. По итогам тестирования первое место занял Осмам Бедраев из села Садовое. На втором – Нурана Гараева, представляющая правокубанскую школу. Третье место поделили участники из Усть-Жигуты. Вечер памяти заслуженному деятелю науки Карачаева-Черкесия, доктору исторических наук, профессору и драматургу Рамазану Киреетову собрал в Аркен-Шахаре людей, которые знали его лично, работали вместе с Рамазаном Хутиновичем. О человеке, который оставил огромное научное наследие, Альбина Ламкова. На мероприятие, посвященное заслуженному деятелю науки Карачаева-Черкесии, доктору исторических наук Рамазану Киреетову, пришли руководство Ногайского района, депутаты Народного собрания, представители общественных организаций и религиозных конфессий, а также коллеги, друзья и родные ученого. Все собрались, чтобы отдать дань уважения человеку, сумевшему оставить о себе добрую память на долгие годы. Вспоминали не только его труды, но и детство. То, как в свободное время место игр на перемене в школе Рамазан Хусинович читал. Он мой молочный брат. Мы родились в одно время, в школе вместе учились, бегали. И в то время, знаете, у нас была маленькая школьная библиотека, а там работала Анна Юнусовна, тетя его, библиотекарем. И вот мы на переменах когда гонялись туда-сюда, а он шел в библиотеку и вот там сидел, читал книги. Великое дело творил Рамазан Хусинович по изучению вопросов возникновения истории, развития и сохранения родного языка. Отмечали гости на вечере памяти. Он достойно представлял Нагайский народ и республику на многих научных конференциях. Автор около 150 научных трудов по истории Нагайского народа. Они по достоинству оценены в научных сообществах России и зарубежья. Трудовой жизненной путь Рамазана Кирейтова – пример неутомимого служения делу, высокой ответственности. Друзья, коллеги говорили о нем не только как о высококвалифицированном специалисте. Вспоминали его те качества и достоинства, с которым довелось познакомиться при сотрудничестве с ним. Катима Баташева много лет, а это 15 лет бок о бок, проработала с Рамазаном Хусиновичем в институте гуманитарных исследований. Он остался и в памяти, и в душе каждого сотрудника нашего института человеком необыкновенно добрым, необыкновенно светлым, человеком, на которого можно положиться, с которым можно было посоветоваться по любому вопросу, человеком, от которого ждали только тепла и поддержки, каковым он оказался в конечном итоге. Рамазан Кирейтов достойно представлял Нагайский народ и республику на многих научных конференциях и оставил огромное научное наследие. На вечере памяти со сцены звучали музыкальные произведения, которые прошли через жизнь нашего главного героя, песни, которые отражали его внутренний мир. Альбина Ламкова, Фарида Седохметова, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Нагайский район. Таким был четверг Карачаева-Черкесия, а прямо сейчас проложение детектива Шуша. Приятного просмотра и ждите везде. Субтитры подогнал «Симон»